Главный вопрос, ответа на который ждали представители прессы от руководства строящегося завода и представителей природоохранных служб Бреста, насколько экологически безопасным будет производство свинцово-кислотных батарей. Завод iPower располагается на расстоянии 3,5 километра от Бреста. Аналогичные заводы в польских Пястове и Познане, а также немецких Ганновере и Цвикау находятся на расстоянии от 100 до 500 метров от жилых домов. В Европе же подобные предприятия располагаются вообще в 100 метровых зонах. То есть есть через заборы жилые дома и так далее. Поэтому, выполнив все условия, договорившись с властями о том, что они примут к рассмотрению наше предложение о возможных инвестициях в создании завода в свободно-экономической зоне, вот началось наше сотрудничество, которое длилось полтора года, пока мы занимались проектными решениями, пока мы занимались экологическими экспертизами. Были собраны сотни подписей. Вы даже не представляете, насколько это сложно в Беларуси построить новый завод. Полную экологическую безопасность и отсутствие ярко выраженного вредного влияния на здоровье людей гарантировали руководство областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды и зонального центра гигиены и эпидемиологии. Что касается ливневых вод, также предусмотрена конкретно локальная очистка на территории завода с последующим сбросом в ливневую канализацию в свободно-экономической зоне. Что касается выбросов атмосферный воздух, то также предусмотрены, как прописано в заключении, современные воздухоочистные сооружения. Исходя из рассмотрения этого проекта, видно, что предприятие не окажет вредного влияния на здоровье населения города Бреста и Брестского района. Ну и в частности, в настоящее время началось строительство этого объекта. Соответственно, помимо проектной документации, будет осуществляться приемка этого завода в эксплуатацию в следующий соответствующий заключение, а также с проведением определенных лабораторных исследований и инструментальных испытаний. Проект и бизнес-план строительства аккумуляторного завода на площади свободной экономической зоны соответствует законодательству, сообщил журналистом глава администрации СЭС Брест Федор Колончук. Первый пусковой комплекс должен вступить в строй в конце 2018 года. Эффект от работы предприятия составит порядка 4,5 миллионов долларов годовых поступлений в бюджет области.